Вечер добрый, это WallSuite Online, компания Wolfix. Всех приветствую на аналитическом обзоре. И уже более трех лет мы не меняем традиции. Сначала новости, затем сделки публичных трейдеров и по списку тикеров. Вот насчет тикеров я хотел сегодня обсудить. Мне интересно, какие инструменты вы торгуете. И если в какой-то инструмент большинство, ну, больше, мы будем уделять больше времени. То есть больше времени из обзора. Некоторые инструменты, которые, например, мало кто торгует, мы будем меньше времени уделять. Если вам сейчас не сложно, у вас там в чате уже немало собралось, просто тикер пишите, какой вы торгуете, чтобы мы больше уделили внимания этому инструменту, либо же нескольким инструментам. Один, два, ну, не более, если можно, если вас не затруднит. Так будет десна картина, что именно более детально рассмотреть, разобрать. Буквально пару минут, пока вы помогаете улучшить, собственно, Wall Street Online. Я озвучу новости, отчеты, которые нас ждут. Ну, на этой неделе, собственно, даже так как-то тихо, спокойно. Ну, Греция, понятно. Это, как по мне, уже поднималось несколько раз и даже не то, что десятки раз. Только им надо создать шорты на рынке, они сразу вспоминают прогрессию. Вот. Ну, так, в принципе, штаты считались более-менее в рамках ожидания. Вот. На следующей неделе, пятницу, все биржи закрыты. Так, тикеры написало всего лишь около 7-8 человек. Остальные, если вас не затруднит, это не так уж сложно. Просто вбить пару букв очень сильно поможете. 4 июля праздник в Штатах. И 3 числа, в пятницу, будут биржи американские закрыты. Поэтому, можете сразу, кто торгует на Штатах, себе ставить выходной на бирже. Вторник отчитывается Британия по ВВП. И безработные по Германии отчет будет. Дальше у нас ВВП Канады за месячный, то есть не годовой. В среду в Китае тоже какой-то праздник, то есть Восток будет более спокойный. И очень много отчетов на неделю по индексу деловой активности в производственном секторе, практически по всем странам. И четверг у нас Employment, если не ошибаюсь. Да, 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 Employment и Jobless Claims. Шторм, я думаю, сделают обязательно. Ну, давайте не будем критичны, это уже их дела. Вот. Индекс деловой активности в пятницу вместе с объемом розничных продаж по Австралии. Хотя, я мало трейдеров знаю, которые работают именно в направлении австралийского рынка с теми инструментами. Так, в общем, в пятницу банки и рынки закрыты. В субботу день зависимости США. И, как правило, они, мерикосы, не любят сильно фондовый рынок опускать на продажи в эту неделю. Поэтому можно, я думаю, попробовать на какой-то халяве простых сделок на покупку поискать. Я думаю, что, ну, и Обама будет выступать перед своим народом. Поэтому с падающим накануне фондовым рынком это будет выглядеть как-то не очень позитивно. Вот. Точно так же, как перед Рождеством, они не любят шортить фонд. Вот. Поэтому можете воспользоваться этой слабостью американского рынка и чуть-чуть оторвать кусочек. Ну, вот, собственно, что на следующий день или из таких вот экономического календаря отчетов нас ждет. Также на следующей неделе, в понедельник, открытый вебинар. Туда попадут не все. Только те, кто будут принимать участие, либо планируют принять участие на профкурсе. Ну, вот. Интересная тема будет. Мы будем обсуждать и арбитраж, и тактические действия в направлении скальпинга. Как в этом направлении работать, развивать. Ну, такие вот интересные темы будут. Плюс финансовый рынок немного сдвигает вектор развития. И мы то, что тему затронем, вот куда непосредственно сейчас крупная рыба приглядывается и какие на будущее ставят цели. Ну, и трейдерс рейтинг. Так, что мы видим по списку тикеров РТС. Евро, РТС, СНП, Евро, РТС, Рубль. Рубль, Евро, РТС. Так, 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 Павел интересный инструмент торгует. РТС. Валюты РТС. Ну, это дело Барак Обама. Пусть что хочет, то и говорит. Ну, вы же понимаете, что это все игра. Ему нужно какие-то речи говорить. Видно уже за период его правления штатами, его писари уже не знают, что придумать. Вот и решили про эти браки поговорить. Ну, это никак финансовый рынок не касается. СНП на этой неделе, ну, вот порвал Рийского, конечно, но порвал Клим. Все знакомые лица котика-медведь. Вот life is so short. Были попытки зайти на buy, но 25-го числа вовремя спохватился, потому что там 24-го так уверенно показали, что покупателей пока нет. И вернулся в второе место. Неплохо работает. Вот сейчас мне нравится сопровождение. Правда, рановатенько вышел, и тут нельзя было выходить, но... ATP, NGP. Старайтесь попроще некий придумать. Макс. Хорошо здесь. Здесь вообще отличненько, отличненько, аккуратненько, без нервов, смотрю. Нет эмоций. Стоп-лосик, Макс. Без убыток. Пора перевести. Саня. Первый раз в южном. Присмотрим все. Интересно. Макс Гоу тоже вот хорошие сделочки. Ну, Квитя не гусо, не гусо. Ямака. Чуть-чуть его на продаже протащили 24-го. А так, в принципе, держит форму, держит марку. Неплохо. Так, ну вот такой вот S&P. Напоминаю, что тот мини-бонус, мини-презент от нашей компании в виде дополнительных месяцев к аккаунту победившему по ЦМЕ. Ортес на этот контракт тоже сохраняется. Так, здесь у нас Rixos. Как видите, уже не так много эмоций. Уже хорошенько так сдержанно работает. Так держать, так держать. Бесспорно, второе место. Даже можно было первое отдать Фину за спокойствие и железные нервы. Аликс Роуз. Ну, здесь энергии хоть отбавляй. И похоже, что ее не убавилось. Но все равно третье место. Горжусь, горжусь. Есть, конечно, сделки глупые. Ну, как такие. Можно было их и не открывать. Андре. Какая-то своя тактика. Сварошич. Хорошо, хорошо. Так, держать. Немножко рискованно, конечно, на покупке. Поспешил. Поспешил. Ну, ничего страшного. Как говорится, пронесло. Сергей 343. А, вышел. Все, хорошо. Вышел отлично. Вот мне нравится. Отличный вход технично. Так, 2Ways. Какие-то покупки были. И Маркуша. Неплохо, неплохо. Все лучше, лучше с каждым контрактом. Тут вообще, как будто каждое движение взял, да? Учитесь. Те, кто новички, смотрите, тренируйтесь. Виртуальный счет доступен. Вы можете тренироваться на нем, открывать позиции и арбитражные, и скальперские. То есть, для этого, в принципе, и существует виртуальный счет, чтобы там натренироваться и получить кучу опыта. Биллинг провод всю недельку хотел покупать, и за что ему респект, так это за ограничение убытков. Никаких пересиживаний, никаких... А вдруг, сразу стоп-лосс вышел и все, отлично. Это в будущем поможет пригодиться. Потому что те, кто пересиживают, в надежде, что рынок развернется, это все плохо заканчивается. Так... Так... Я на время отключу чат, потому что персонажи необразованные появляются. Танкориди на рубле. Вот, как видите, на рубле было жестко на этом отрезке, на этой неделе. И практически раз, два, три, четыре, пять. Пять трейдеров хоть что-то заработали, остальные в убытке. Ну... Сейчас все в ожидании, куда пойдет нефть. Все рынки затихли. И, возможно, еще это связано с четвертым июля. Вот. Я думаю, что после этого праздника начнут все-таки двигать куда-то котировочку. И начнут реагировать и валютные рынки тоже. Мишка Мед, да. Вот ему респект. Отличный шорт просто. Ну, это... Если это все было по схеме, по тактике, то, конечно, брависсимо. И сопровождение. Спокойствие. Только спокойствие. Тут все хорошо. Мне нравится. 11.52. В принципе, на выходные... Ну, если на 12.48, 12.50 поставить без убыток, могут понедельники выбросить. Если позиционно вы будете стоять, Миша. Ну, один контракт можно было бы забронировать. Так, пера 98. Здесь я чувствую, мы видим нового таланта. Вот здесь в том контракте тоже порвал валюты. Продолжая отрывать и в этом Саня. Вот с клевером неплохо. Неплохо. Мне нравится. Единственное, что рановато выходит, и немножко неправильная продажа были 23-го. Ну, техника, похоже, наша. Надо будет узнать, наш ли это студент-пилот. Что-то убивает. О, понятно, почему. Здесь очень много сделок. Это лишнее. Да, вот 43003 неплохо тоже поработал. Новый трейдер. Бум. Еще один счет Мишки Меда. Вот отлично. Да, вот здесь железно Мишки Меда. Первое место действительно тактично. Железные нервы. И чуткое видение рынка. Тем более на этом фьючерсе, который абсолютно нестабильный. Это опыт. Еще раз опыт. Так, фунт. Ух ты. Вот это, да, действительно неплохо. Я не видел. Слишком уж технично как-то. Хорошо, неплохо, неплохо. Мне нравится. ATP. NGP. Вот еще аватарочку добавьте. Тогда вы сможете участвовать в конкурсе. Ну, в принципе, неплохо. Продолжайте в том же духе. Интересно будет понаблюдать за сделками. Вот. Новый трейдер появился. Новый. Восходящая звезда. Так, Карлос. Так, так, так. Сейчас подгрузится его сделочки. Да, на открытии биржи как раз вот вышел. Ну, дело такое, бывает всякое. Единственная продажа вот эта вот с вопросами. Что-то там. Global MacroFix. Неплохо. Тоже хоть одна сделка, но на тысячу контрактов. Так. Life is so short. Я так понимаю, чат можно уже давать, да? Ну, и быстренько посмотрим золото. Тоже пират. Ну, в общем, пират Карлоса и Типи, NGP. Вместе с мешком медом. На этой неделе вы лучше всех постарались. Так, ну, слава богу, что есть такие ребята. Начнем с S&P. Итак, ну, я уже сегодня говорил, что штаты не любят особо сильно падать на фондовом рынке перед ихним таким вот великим праздником. Поэтому можно воспользоваться этой слабостью. Поработать, поискать покупочки. Либо флэт будет такой ненавязчивый. Ну, в общем, посмотрим, как они это все обернут. Но массив 21, 12, 21, 17 нужно выделить. Это с клика двух контрактов, но, как видите, этот коридор достаточно плотно прорабатывает уже четвертый раз, да, четвертый раз. Даже пятый. Вот, поэтому выход за этот коридор будет достаточно важным. Следующее. Падают аккуратненько без сильных вливаний. То есть, снижение рынка идет не на давление, а на, скорее всего, ожидание. Просто немножко сползают, выбрасывают, скорее всего, покупатели. Потому что бонд по штатам приупал на этой недельке. Это признак того, что индексу пора уже становиться на северную, на северное направление, как бы. Ну, я думаю, на следующей неделе как раз-то и будет, перед четвертым июля. И вот, на всякий случай, 74,80 поддержку эту все-таки возьмите. Ну, в принципе, вот, уже такой достаточно хороший спрос. Будет подтверждение. Вот, массива 20,92, 20,87 на поддержку. Ну, собственно, с объема в пятницу встанут, и в понедельник потихонечку начнут расширять выше 21,00. То есть, пробьют пятницу, и желательно, чтобы это было еще в понедельник тогда есть шансы. Ну, в общем, падают без объема, поэтому в этом падении не принимают участие особо крупные игроки. То есть, ну, в рамках нормы без сильного ажиотажа, я бы так сказал. Аккуратненько расширяют ниже, но в меру. То есть, как росли в меру, так и сейчас идет снижение. Поэтому с понедельника мониторим, как будут отрабатывать пятницу. Хоть она и идет на снижение, но до закрытия еще есть время, и там могут сформировать как раз массив. Я думаю, что примерно в этом коридоре это произойдет. Сильно толкать пятницу уже, как видите, по ликвидности некому. Так что, ну, посмотрим, что там за кулисье котировки, биржевые данные на этой неделе. Это Total Day по дельте на агрессоре с 24-25. Тут у нас поработали селлеры, поэтому на следующей неделе как раз этот диапазон 20.95-21.00. Если вы за рост, если вы будете искать покупки, этот уровень нужно пройти обязательно. Ну, вот, собственно, 22-го сняли с топори 19-м. И посмотрим, все-таки удержат они котировочку выше 20.70-20.80. Я, ну, конечно, они жестокие, америкосы, могут и самолет в бизнес-центр свой же направить, поэтому ждать можно все, что угодно. Аккуратнее работайте, это америкосы и ихние биржи. Да, вот видите, пока идет снижение, дельта на самом деле не особо-то и высокая на продажу. То есть фиксация продавцов идет, и это как раз перекрывает все шерты. И судя по тому, что она нулевая, скорее всего, эти шерты перекрываются. Где-то выходит, то есть, ну, вполне может быть коррекционный момент, понедельник-вторник. Ну, скорее всего, вторник где-то так начнут. Так, посмотрим, что там по открытым позициям. И судя по опросу, я так понимаю, мы будем больше времени уделять теперь чистое РТС, рубль, валютный фьючерс, евро, золото. Так, ой, сори. Да, видите, три дня идет снижение открытого интереса. То есть рынок идет на снижение, объемы слабо, еще и закрывает позиции. То есть там не входит маркет, поэтому есть еще момент. Перед четвертым июля. Мне как-то на почту написали зрители, ну, это несколько раз было, когда я делал анализ для себя, те же самые модули я применяю в таком же там порядке. Нет, просто если разбирать инструменты детально, уже как раз для торговли, к примеру, на завтра, то там и тиковые графики, и реверс-чарт, и дополнительные инструменты, и фильтрация идет другая. То есть более точно, то есть предметно, как раз по тем моментам, которые мне нужны. Это обзорный вебинар, и здесь мало времени, у нас есть как бы более часа. И мне тяжело, и вам это выдержать нелегко. Поэтому поверхностно мы смотрим на 15 минут, мы оторвали на дневном, и класс рчарт, там, главные массивы выделить. Так, 21.12 мы уже брали во внимание этот уровень, это спекулятивные такие массивы, свежие на следующую неделю. Значит, 21.17.21.12, это 5 баксов, возьмите на вооружение, потому что понедельник плюс торник сформировали ядро, это, можете себе даже зафиксировать, это классическая неделя на шорт, то есть, ну как бы не то, что прям вот от нее все недели, модели недель формируются, но понедельник плюс торник провисеть в коридоре, и в среду уйти под зону стоимости. То есть, сценарий, единственное там сценарий потом отличается, после расширения за зону стоимости отрабатывают в среду, но это такой быстрый маневр, на Европе уже должны маневрировать, то есть на шорт, здесь отработали только в четверг, то есть, обратите внимание, как упорно евросессия старается не падать. Вы заметили, вот в среду, в четверг я наблюдал, и в пятницу тоже вот стараются как-то прикупить, и, ну, прям не похожа ни одна модель на продажу вот на евросессии. Я думаю, те, кто торгует S&P, заметили, что вот евросессия, они как-то стараются наоборот, причем все пять сессий, ну, особенно в среду меня удивило, то есть, америкосы продавили котировочку по максимуму, чтобы насладиться стопорями, а Европа грузится, судя по всему. Ну, намеки на рост вполне могут быть небезосновательны. Ну, посмотрим. В общем, еще один такой, за полтора дня сформировали массив, это 21.00, с половиной, 21.05 второго уровня, тут просто меньше времени, но и объемов. И на понедельник как раз вот свеженький, свеженький, свежеиспеченный уровень, 20.92, давайте даже 20.93 возьмем, и 20.96. Это часть четверга, фиксация, скорее всего, была, и видите, Европа сразу же начала по дну грузить, то есть, даже создали какой-то спрос на свои сессии. И америкосы тоже там устроили бог знает что, и вот это вот, в общем, если вернуться в этот же коридор под закрытие пятницы, это вот хороший такой знак, что могут все-таки с пятницы встать и пойти на пробитие 21.05, 21.00, с половиной. Вот, ну, эти уровни обязательно стоит мониторить, и забыл добавить EWIP, меня попросили демонстрировать, ой, я всегда ставлю себе либо на день там, либо на неделю просто, чтобы координата была видна. Быстренько, фиксация, буквально пару слов. Значит, пока там S&P мучает своим, своей неопределенностью, фиксация достаточно успешно создал два микро гэпа, для дневной сессии, только так это можно назвать. И уверенно висит на максимуме текущего контракта и фактически у максимума прошлого контракта. Печатная машинка евро работает, судя по всему, вот, и неплохо, поэтому пока вот так. Так, в принципе, расширение за пределы 36.35, 36.32 на FISX, ну, скорее всего, будем атаковать 36.70, 36.80, а там уже 37 недалеко. Для проверки Bayer 35.65, это как раз вот активная загрузка в спешке в этой сессии, это в качестве проверочного уровня на поддержку. Вот три сессии не пускали, если не пустят, пойдем на северку на FISX. Так, давайте склейку возьмем. Идентичная картина, не понимаю, кто там в чате пишет, чем вообще нужно. Вот, самая топовая сессия была до 2-го числа, ее поддерживают, эту массивность на DAX, поэтому, если вы торгуете DAX, это сейчас номер один в качестве поддержки на ближайшее время. Я думаю, даже на следующую неделю так точно может даже и дольше. То есть здесь топ, притормозили немножко тоже, как видите, плотненьким объемом. 11.570, 80. То есть три сессии не пускают. Вот, заняли коридор и устроили на три сессии пинг-понг. Поэтому расширение за рамки вот этого ядра, в принципе, будет хороший признак похода на север. А, собственно, этим и FISX должен подтвердить по своим уровням. То есть они вдвоем должны пробить свои уровни сопротивления. РТС. Здесь, конечно, ожидание нефтянки, наверное, многих уже свело с ума. Значит, 95-96 это number one сопротивление. Внимание, все тут. Как только мы пробьем этот ужасный уровень, дальше дорога на сотку, я думаю, даже выше. А если, в принципе, нефт не будет жестко падать, и даже чем дольше она находится во флете на этих ценах, в принципе, тоже неплохо. И это, я думаю, отобразится на динамике. Промежуточная загрузка вот в три сессии на продажу. 99-100 это второй уже по цели уровень, если будет рост. То есть если пробьют вот эти вот защиты сайлеров, как видите, плотно проработали уже с 92-й всю котировку, и объемы начинают падать. То есть уже все, кто хотели зайти, все, кто хотели потерять, потеряли. И чем больше будет падать объем, тем вероятнее начнутся уже прострелы, выстрелы по направлению. То есть, ну здесь 91,5-92 это уже просто последний блокпост. Даже вот на этой сессии захватим 91. Фактически надо удержать на следующей неделе обязательно. То есть ликвидность падает, сейчас посмотрим, что там по дельте и открытым интересам. Но скажу вот из опыта, снижение идет не агрессивно и без объема. Поэтому вот этот вот сползающий маркет еще не начало супер падающего тренда. Поэтому как только нефть определится, я думаю, все будет отлично. Так, ну главное 95-96 пройти. И наблюдайте за ликвидностью. Понедельник-вторник, если резко начнет заходить крупный игрок, вы это увидите. И вполне может быть, что начнут защищать 91-92. Прокатитесь как раз на покупках с S&P, с EF-SX, с DAX. Почему бы и нет? Немножко на лето заработать. Так, посмотрим котировочку по ClusterChart. ClusterChart тоже советую не так смотреть жестко по интервалу day, а каждый день разбирать в деталях, ведь мы видим дельту здесь. Вот видите, минус 44 тысячи контрактов было 24-го числа. Мы видим их по цене в общем. То есть здесь минус 9 тонн, тут два раза по шестерке. Но некоторые моменты, они отличаются. На закрытии это было биржи, на открытии, на импульсе. Что-то жестко сдерживали, какую-то цену. То есть это очень много о чем говорит. И смотрите каждую сессию на 15-минутном интервале, на 5-минутном интервале. Так больше информации получите об этом уровне. Но мы пока выделим 93,5, 94,200 и 92,600. Это 24,06. Очень много сейлеров, как видите, агрессивных. И так и продолжается. Ну, в принципе, оно и понятно, идет снижение. Радуюсь, что Дельта в пятницу не такая жесткая, но и гордиться нечем. В принципе, желательно, чтобы на сегодня Дельта была плюсовая, потому что фиксируют продажи. Плюс, возможно, будем надеяться, что начинают потихоньку заходить байеры. Но, как видите, пока не видно этого. Барографик и Open Interest. На российском рынке очень большой плюс, что транслирует биржа онлайн открытый интерес. И это дает хорошее преимущество. Можно тактически считывать информацию, в какие моменты people закрывает позиции, в какие открывает и от этого отталкиваться. Ну, в общем, с 8-го и 06-го, как видите, нет особо сильных вливаний, нет активности, ярко растущие, то есть ожидание есть ожидание. То есть это в порядке вещей. То есть нет массового выхода из рынка и массового входа. То есть нормальное, спокойное рыночное ожидание, как говорится, триггера. Поэтому пока все в рамках нормы. И уровни за неделю. Как видите, каждая сессия на своих ценовых уровнях прошла. И понедельник, вторник, шорт отработали. Среда, еле-еле сползал в четверг и пятница немножко даже вот такой вот флэт показала. Поэтому все эти уровни потенциально могут быть сопротивлением. Как видите, ликвидность на каком-то из них не оставили. То есть они такого класса не особо надежного, так как мы видели, что фиксируют постепенно сделки. И отталкиваться нужно будет лишь от массивов и активности уже на тех сессиях, которые будут на следующей неделе. На свежих уровнях. То есть массивность и там уже проявление. То есть какого-то супер надежного уровня я не могу выделить. Единственное, на понедельник это вот среда. Присмотритесь. Главное, чтобы осилили байера. 92.800. 92.20. Ой, на соль. 92.200. Вот. Это надо обязательно пробить, чтобы хотя бы хоть какой-то спрос мог показать байеров. Ну, среднеизвешенная идет у нас в районе 93.200, 93.600. И это не падающий рынок. Это рынок на ожидании. Поэтому я вам тоже советую дождаться, что там будет с этой нефтью. И тогда уже принимать решение о своих целях, тактиках на вход. Ну и рубль. Рубль, 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 где ты рубль. Прямо как будто подсмотрели, да. Вот под линейку так и прошла сессия. Чуть-чуть подредактировать. Вот. Кто, скажите, из присутствующих пользуется вот... Автокадом Волфикс. Сейчас я включаю чат. Интересно, многие ли пользуются? Полезно? Я не привык... Вот на линии. Лисовать иногда там могу... Ради наблюдения поставить. Ну, все равно пользуйтесь, да. Так. Да, Автокад. Я тоже когда-то изучал. Так, ну что ж. Будем следить за 53... 53, 52, 85. Тут пробитие уровня обязательно. Я бы даже здесь выделил как раз вот эту сессию, которая на защите была массива. Такая не слабенькая. Вот этот диапазончик 53, 50, 53 надо осилить, чтобы пойти атаковать в 52. Вот. Этот уровень потенциально могут защитить целеры, так как здесь и гэп создали, и была уже защита. Вот. Поэтому 55, 50, внимательно следим на следующей неделе, могут быть защиты. Как видите, потихонечку, под конец пятницы все-таки подтянули ликвидность, и она не самая слабая. То есть в пятницу спот затарился. Вот. Мы сейчас заглянем, на чьей там, собственно, стороне был активный. Вот так вот даже. Жаль. Жаль, жаль, жаль. Ну, в общем, как видите, в пятницу очень много дельты за байерами. Вот. И если это с тобой, то, в принципе, понедельник должен уйти ниже четверга. Это будет хорошим знаком, что это по выносили стопики. Но не факт. Так много. Так много, так много. Значит, селеры работали в последнее время в районе 53, 80, 54, 30. Вот. Пробитие этого уровня на следующей неделе, если за понедельник, вторник и среду пролетят, это хороший знак, что начнется такая нисходящая динамика. И, опять же, здесь все по нефтянке. Друзья, разного уровня люди присутствуют на вебинаре. И давайте немножко аккуратнее писать в чате, уважать остальных участников и не ругаться и не злиться. Сейчас посмотрим на рубли. Открытый интерес. Это важно. Относительно текущего контракта на рубли. Потихоньку набирали позиции, как видите. Особенно интересный момент. Вот 25 числа. Не ажиотажно, но потихонечку набирали позиции. Давайте немножко увеличу. Животнок возьмем. Вот, видите, как агрессивно начали заходить где-то во второй половине сессии. И резкий коррекционный момент заставил этих участников закрыть позиции. Возможно, тут байеры поспешили с входом. Либо же манипулятивное колебание котировки, чтобы прокатиться на коротких продажах. Один бог знает, кто там это все устраивает. Но вот такие маневры у меня, видите, прям вот ощущение, что робот набирает позицию. То есть, видно, где люди работают. То есть, разного типа колебания активность проявляется. А здесь однотонная роботизированная активность. Так что аккуратнее. Рынок сейчас похоже, что абсолютно бесконтрольный. Чисто система роботизированная. Ну, в общем, четверг был какой-то загадочный. На рубле аккуратнее, потому что 25 число, когда вот в апреле или в мае, в мае, да, это был какой-то вообще. Так, и котировка по рублю. Тут склейка, конечно, осталось. Вот 56 500, главное 54 555 пробить. Затем у нас идет такая 4 сессии на 53, 53 650. Вот такие вот. Ну, опять же, нефть, 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 нефть. Еврик. Еврик, еврик. Да, кстати, на CME, не знаю, торгует его или нет, есть рубль USD, тикер, инструмент. И на нем даже есть какая-то ликвидность, но пока еще не заоблачная. Мало контрактов, поэтому пока еще не обкатанный маркет. Ну, так это немного. Так. На евро очень интересная ситуация. Постепенненько шли на максимум. Упорно, долго трудились. Это склейка с прошлым контрактом. И за 2 сессии вот так вот грохнулись. Сброс ли это байеров? Вот так бы здесь нельзя сказать, что сейчас уж очень ажиотажно заходит после этого шерта. Вот, то есть, похоже, что действительно тут сбрасывали байеров, либо же просто фиксируется. Но ликвидности на этом маневре не видно. Неплохая ликвидность была вот в этом массиве. Поэтому его как поддержку зафиксируйте, мониторить. Я бы даже вот взял вот так. 11.55 по 11. Там вот действительно заходили и не раз. Ведь, то есть, и в прошлом контракте тут проявляли активность в районе 1.1.1. 3 шестерки, 1.1. Ну, прям заколдованные какие-то цифры. Вот, поэтому присмотритесь. Если здесь не будет таки на этот уровень и начнут спокойно возвращаться на 1.12, то 1.1.1.50, 1.1.1.80, возможно, мы видели сброс. Давайте посмотрим на дельте. Так, чуть-чуть придется понизить фильтр, чтобы вам показать, собственно, один момент. Я вам только что показывал в Classer Profile, да, и мы видели, что здесь две сессии очень так активно прошли, вернее, развернулись. Значит, как видите, здесь по ценам как-то точечно не видно сильных дисбалансов со стороны продавца. Я специально даже лимиты понизил, можно еще понизить. Ну, для евро это не так уж и много. Я еще понизил. То есть, все пролеты, вот эта часть, где как раз было пробитие, она была практически без особого давления. И основные такие уже дисбалансы были на минимуме. Вот здесь, скорее всего, тут как раз и достали этих байеров, которые тут трудились. Вот, и единственное, что так и продолжает дельта висеть на шортах, но не агрессивная. То есть, тут нет аномальной дельты. Скорее всего, вроде как бы и пытаются там прикупить, и их постоянно наказывают. Возможно, такая ситуация. Деврик немножко с вопросом в этом плане по дельте. У него самая такая грязненькая дельта. Но возьмите во внимание, то есть, тут с продажей аккуратненько. Если висит, у вас уже открыто, то нужно обезопасить ее, потянуть стопики, либо даже чуть-чуть зафиксировать. Так, вот он, да. Открыт интерес по еврику. Сейчас посмотрим. Так, вот, да. Как только упали, сразу начали 24-го числа открывать сделки. То есть, зашли больше, чем на вчерашней сессии. То есть, так тут выбрасывали. После выброса сразу начали заходить. Зашли, и их еще раз выбросили. Не аномально, но и нет активности. То есть, аккуратно разводят людей на кэш. Ну, в общем, что мне вам рассказывать? Вы это каждый день видите самостоятельно. И спекулятивные уровни. 1, 12,35. Даже, извините, вот, 12,20 чуть-чуть. То есть, по 12,40, и нас 35, вот, более точно, вот. 3 сессии. Такое ощущение, что там лимиты кто-то крупные ставит. И всех любителей купить там просто собрали. Поэтому присмотрите за этим уровнем. Если вы как-то уж очень открыто не будут пробивать вайры, не пропустите. То есть, это очень важно. То есть, если вы на покупках, к примеру, зашли, либо будете заходить в понедельник, вот это уровень очень коварный. То есть, тут не просто сопротивление. Здесь 3 сессии. Просто как, не знаю, как марионеткой управляли котировкой. Поэтому его обязательно пробить нужно, чтобы подтвердить наличие спроса. Ну, и понедельник. Как раз-то ты WP проходит. То есть, вдвойнее подтверждение. Ликвидности тоже немного. И помимо этого всего, мы сейчас выделим ядро недели. Как бы такой тактический диапазон. Очень просто применяйте его для оценки контроля на рынке. То есть, если расширяет диапазон за пределы ядра, там, понедельник-вторник, сражаются байеры и против них лучше не стоять. То же самое. То есть, ядро может, в данном случае, сформировалось на минимум недели. Может сформироваться и по центру, и на максимуме. Может сформироваться два ядра, может сформироваться три. То есть, в зависимости от модели недели. Но, если присутствуют трейдеры, которые были на профкурсе, вот эту модель недели зафиксируйте себе в архивчик. Не пожалеете. Тут очень много информации запрятано в этом маневре. Фунтец. 59 поздоровались и пока отложили дальше расширение. Ну, и не упали. То есть, это не разворот. Это временная остановка. То есть, передышка. Скорее всего, как раз из-за праздников и из-за ожиданий нефти. Поэтому на фунте еще вполне могут быть и байеры. Ну, конечно, как только начнут пробивать минимум недели и вот эту дозагрузку на 56, 56, 50. Все. Тут уже поиск покупок. Я бы рекомендовал отменить временно. То есть, спрос, наличие спроса подтвердит, если будут удерживать этот массив байера. Только они его не удержат. То есть, у них не будет ликвидности на удержание котировки выше 56, 80, 57, 50. Ниже этого диапазона лучше уже пока временно не искать покупки. Пускай падает. Ну, если неделя будет хорошенько атаковать 59, то вполне может быть главное, чтобы ликвидность потянулась. Обратите внимание на следующей неделе на ликвидность. Если неделя будет неликвидной, то рынок будет боковушка. То есть, это понятно будет понедельник-вторник. Если будут, планируют они там махинаторы эти финансовые куда-то двинуть котировку перед 4 июля, то понедельник-вторник они начнут это делать, потому что неделя короткая, всего 4 дня. И за следующий четверг должны куда-то вытолкнуть. А в четверг у нас employment. В общем, схема примерно такая. Понедельник-вторник надо потрудиться. Так, это фунтяка. Да вот я тоже же хотел франк посмотреть. Тикер пропал из листа. Тоже очень так твердо, уверенно прокладываю дорожку на 1.1. И за 2 сессии упали 3. Идентичная схема, как на евро. Но не такая, как на фунте. То есть, фунт он, в принципе, уже вышел на уровень выше. То есть, он расширяется на мой диапазон. А эти еще работают в старом. То есть, ну, как бы сопротивление 1.1 они так и не преодолели. Ну, ничего страшного. Они идут медленно, но цели свои достигают. А вот здесь, как бы, ну, желательно, конечно, это подтвердить спрос. То есть, если ниже 0.7 не пустят. Вот. Массив не ликвидный. Ну, как, ликвидность здесь не аномальная. То есть, активность тут не фееричная. То есть, скорее всего, точно такая же схема. Сбрасывают либо байеров, либо вообще перед имплойментом еще качнут наверх. Повыбрасывают обе команды. Но, судя по моделям расширения котировки на север, они частенько сбрасывают байеров на франки. То есть, сейчас мы еще посмотрим индекс доллара. И нефть и золото напоследок. А вот у нас и индекс. Коварный инструмент. Коварная валюта. Вроде пытаются 96-й атаковать, но объема у них для этого пока нет. По крайней мере, мы его не видим. Вот. То есть, объем весь прошел вот. Поэтому вот эти массивчики 96-50, 96-10. Сопротивление номер 1. И сопротивление номер 2. 97-97-50. Коридор недели выделить. Особенно вот эти 4 сессии. Так, золото. 11-70. Тут уже поддерживали. И, как сказать, звоночек такой нехороший. Они уже распятали 6-й подходит на 11-68, 11-70 пытаются пробить. Но пока вот 3 сессии висят в боковике. Ну, скорее всего, будет все-таки расширение. Либо на этой неделе, либо на следующей по нефтянке. И золото тоже сразу начнет оживать. Сопротивление. Тут, очевидно, 1200 массив. 1205. Вот. Два раза уже защищали. И раз, два, три, четыре, пять. Пять сессий шли на продажу. Поэтому без, ну, уверенного спроса, без хорошего дисбаланса не советую сразу заходить. Вот. Дождитесь, когда вот такую модель сделают. Здесь ситуация идентичная. Вот здесь. И вот здесь. Только здесь не хватает еще выноса стопов перед покупкой. Вот. Если такое будет, то да. Они в любом случае выбрасывают по стопам. Поэтому лучше дождаться, когда они это сделают. И потом уже заходить. Быстренько отцово-то на дельте. Вот так вот выглядит. Байер-селлер, байер-селлер. Ничья. Нефть. Уперли с 60. И первый претендент на выброс байеров. Это хороший признак. На следующей неделе, понедельник-то, должны пойти на 61,5. И на 61, тогда это плюс 1 к байерам. Если уходит ниже вот этой сессии, либо очень затяжная модель на сброс стопов, либо мы увидим еще раз снижение по нефти. Поэтому 90, 90 это хорошая цель, а 59 надо удержать по бренду. И будем прощаться. В принципе, идентичная схема. Здесь как-то уж жестко контролируют америкосы котировку. Искусно. И 66 тут как сама напросилась. Ну, видите, здесь 64 прям сильно бомбят. И вполне может быть, что бомбят не просто так. Что спрос есть, они просто тормозят покупки. Поэтому коридорчик 63, 70, 64, 40 надо пробить. А затем 65, 30, 66. Все, жду в понедельник. Те, кто будет на профкурсе, либо планирует идти в... Ну, те, кто тоже хотят поприсутствовать, вы сможете в записи увидеть этот вебинар. Вот чуть позже. Всем хороших выходных. Всего хорошего. Попутного тренда. До свидания. Пока.